в настоящее время Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для граждан, достигших совершеннолетия 18-летнего возраста, это самостоятельное обращение, то есть он сам подписывает заявление, предоставляя паспорт Российской Федерации и обязательно свой СНИЛС. Если в паспорте Российской Федерации нет прописки, то это не является проблемой. Гражданин может указать адрес своего фактического места жительства на территории ДНР. Граждане, проживающие, имеющие постоянную прописку на территории Луганской Народной Республики либо других субъектов, но проживающие в настоящее время на территории ДНР, также могут оформить, но им необходимо для этого указать свой адрес фактического места жительства именно на территории ДНР. Лицам, которые не достигли 18 лет, необходимо оформлять полис через своего представителя. Это могут быть мама, папа, любой другой законный представитель несовершеннолетнего. При этом для лиц, которые не достигли 14-летнего возраста, документом, удостоверяющим личность, является свидетельство о рождении. И здесь СНИЛСа нет необходимости указывать в пакете документов и писать заявление. Но если ребенку уже исполнилось 14 лет на момент оформления заявления, и он имеет паспорт гражданина, то в этом случае наличие СНИЛС обязательно. Оформлением полисов в настоящее время занимаются все отделения МФЦ, расположенные на территории Республики. Очень удобный способ получения, второй, это через портал государственных услуг. Через портал государственных услуг для оформления полиса необходимо наличие подтвержденной учетной записи гражданина. К сожалению, в настоящее время граждане могут, воспользовавшись порталом государственных услуг, оформить полис только на себя. Система в настоящее время не настроена пока еще на работу с оформлением полиса ОМС на детей. Если родители оформляют полис на себя, полис на ребенка оформлять в индивидуальном порядке через нашу линию, либо через МФЦ. Третьим способом, который мы в ближайшее время разработаем и представим гражданам, это будет получение и оформление полиса через работодателей. Мы организуем группы, которые будут выезжать к работодателям, будут очень оперативно собирать сведения, оформлять полисы и предоставлять гражданам уже по месту работы выписки и готовые заявления для подписания. И четвертый вариант. Мы также сформируем группы для маломобильных граждан, для граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах, чтобы приблизить наши услуги гражданам, которые не могут обратиться в МФЦ и не являются гражданами, трудоустроенными в настоящее время. Полис ОМС – это документ, который подтверждает право граждан на получение бесплатной медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования. В 2023 году вся медицинская помощь гражданам оказывается на территории ДНР бесплатно, без предъявления документа, который мы называем полис обязательного медицинского страхования. Его наличие необходимо будет для получения медицинской помощи начиная с 1 января 2024 года. Оформление полиса – это бесплатная услуга. Хочу отдельно это подчеркнуть. Полис оформляется бесплатно, медицинская помощь оказывается бесплатно. Гражданин при предоставлении медицинской помощи, как и в этом году, как и в следующем году по системе ОМС, из своей заработной платы никаких отчислений вносить не будет. Страховые взносы за работающих граждан платит работодатель, страховые взносы за лиц, которые не являются работающими, детей, пенсионеров, временно не работающих, вносит региональный бюджет. Поэтому для людей все является бесплатным. Субтитры создавал DimaTorzok